Друзья, сегодня я расскажу о том, что по-настоящему делает мужчин привлекательными. Что же на самом деле делает мужчин привлекательными для женщин? Толстый кошелек, вот что вам нужно. Знаете, я читал комментарии, я знаю, что вы думаете. И знаете, что забавно? Деньги важны. Я не скажу, что деньги – это плохо. Ведь только подумайте о количестве разводов. Знаете, самую распространенную причину? Споры и борьба за деньги. Финансы способны расставить колья между миллионами людей. И я не говорю, что иметь больше денег плохо или хорошо. Но некоторые люди присваивают им слишком большую ценность. Ну что, перейдем к тому, зачем вы кликнули на это видео. Что на самом деле делает мужчин привлекательными для женщин? Ответ – это практикуемый, мультимодальный подход к представлению себя с уверенностью. Я понимаю, что звучит заумно. Позвольте мне объяснить, мультимодальный, что это значит. Это понимание того, что привлекательность – не однобокое понятие. Это не одна вещь, которую нужно надеть. Это визуальный образ в сумме с тем, что она слышит и какие запахи ощущает. В работе три основных чувства. Все это влияет на восприятие привлекательности. Да, существует много переменных, но над этими тремя вы можете практиковаться, чтобы быть уверенным по жизни, знать, что вам нужно и иметь свое мнение. И это одна из причин, по которой мужчины в их 30, 40 и даже 50 лет более привлекательны для женщин, потому что они уверены, развиты и у них есть опыт. Они потратили время, чтобы понять, кто они и какова их цель. Итак, обобщив все это, господа, вы не можете просто взять отовсюду по косочку, собрать Франкенштейна и надеть на себя как костюм. Дело в развитии уверенности. Вы развиваете уверенность, когда практикуете мультимодальный подход к стилю и представлению себя. Так вы сможете сказать миру то, что хотите, что незамедлительно повысит уровень уверенности. Например, использование текстуры тканей, такие как кашемир, поспособствует тому, что люди захотят подойти и дотронуться до вас. Женщины воспринимают мужчин, которых они трогают, более привлекательными и близкими. Но я не говорю надевать кашемировый свитер, когда жарко. Это может быть спортивный пиджак, который, как вы знаете, делает вас более мужественным. Если вы пробовали и вам не понравилось, что ж, найдите что-нибудь другое, что вам подойдет. Может, это кожаная куртка, может, куртка-тракер или парка, но найдите, что подходит вам. И не забывайте, что мультимодальный подход – не однобокий подход. Как мужчины, мы фокусируемся на зрительном образе, но этого мало. Важен запах, важен звук. Когда вы контролируете развитие своей уверенности, уделите внимание развитию собственного запаха. У вас широкий выбор ароматов. Пробуйте. Что-нибудь на день, что-нибудь для вечера, для свиданий. Аромат, от которого вам хорошо. Выберите также и для работы. Ведь, занимаясь своим запахом, вы поймете. Это не просто, чтобы не пахнуть плохо. Для чего ей нужен дезодорант. А затем, чтобы пахнуть хорошо. Чтобы подкрепить свой месседж. Что касается вашего голоса, избавьтесь от слов-паразитов. Можете поработать над глубиной голоса. Да, вы можете развить низкий голос. Может, у вас есть акцент. Вы приехали из другой страны. Это может быть вашим преимуществом. В США приезжих из Англии априори считают умными. Если вы из Австралии, мы думаем, что вы любите повеселиться. Голливуд запрограммировал людей верить в это. Но в каждой культуре есть стереотипы. Узкие рамки, в которые мы помещаем людей. И когда вы контролируете себя. Когда вы практикуетесь. Когда вы развиваете свою уверенность. Вы обнаружите, что вы устанавливаете сами эти рамки для женщин и других людей. В качестве умного, привлекательного, успешного человека. С которым хотят быть другие. И все это вы можете использовать, чтобы получить все, что хотите от жизни. Я не знаю, что именно. Но я знаю, что вы мужчина, у которого есть миссия. Если вы смотрите этот канал, а особенно это видео, вы хотите использовать свои преимущества. Вы хотите больше. Я понимаю, что это видео не раскрывает всех деталей. Я оставлю ссылку на дополнительное видео в описании. Где я рассказываю о тканях. Как текстуры могут сделать вас более привлекательным. Какие вещи вам следует носить, чтобы быть привлекательнее. Какие нужны цвета. У меня много видео про привлекательность. Я оставлю ссылки в описании. Если вы хотите еще больше. У меня много интересного на Real Men Real Style. Если видео недостаточно. Заходите туда и развивайтесь. Потому что я хочу помочь вам использовать ваш стиль. Чтобы вы получили все от жизни. Продолжение следует...